Девушки отдыхают Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить замечательную модификацию для игры Stalkers of Припяти под названием «Пространственная аномалия». Update 4.1 Ну что ж, друзья, наконец-то мы с вами выбрались из пространственного пузыря и находимся сейчас на локации «Застава». Но ситуация-то не шибко и поменялась, потому что мы также в тюрьме, только теперь размерами поменьше. Находимся мы сейчас в плену у местных сталкеров, в компании также двух бандитов, которых тоже замели непонятно за что. Но, благо, лютый на свободе, и я очень надеюсь, что он поспособствует нашему освобождению. Ну а сейчас у нас задание поговорить с пленным бандитом и узнать, что случилось. Чё надо, синий? Я кимарут собирался, а тут ты нарисовался. Да выспишься ещё? Лучше скажи, как долго я здесь, и что это за место вообще? Ты чё буровишь? Или тебе сталкерня башку нахрен отбила? Да всё дело в том, что я не помню, как я здесь оказался. Малой мне шепнул, что ты вместе с этой сталкернёй из пузыря выбрался. Ну, поздравляю, сменил одну клетку на другую. Короче, объясняю для тугих. Сейчас ты на заставе. На сталкерячей базе ты не больше часа, не ссы. Ничего интересного не пропустил. А какого хрена я в клетке? Не подфартило тебе? Как и нам с братком, впрочем. Ставрит много о тебе слышал, вот и поселил тебя в лучший номер, что здесь имеется. Что ещё за Ставрит? Он типа главный в этом лагере, сука редкая. Ещё успеешь с ним побазарить. А пока вали лучше спать. А то ты меня своими расспросами заколебал уже. Ладно, всё равно придётся ждать к утру. Может ли у тому удастся договориться с этим Ставритом? Ага, удачи тебе с этим. Бывай. Ну а теперь, друзья, у нас ничего не остаётся, кроме как улечься спать. За окном уже утро. У нас, кстати, все вещи отобрали. Подойди к решетке. Есть разговор. Слушай внимательно, наёмник. Не буду повторять два раза. Ставрит отпускает тебя. Но сделаешь малейшую глупость и ответишь за неё по всей строгости. Сечёшь? Воспомнил, гражданин начальник. Могу я получить обратно своё снаряжение? Здорово. Да, конечно. Вот всё, что было при тебе. Держи. Понял. А где группа, с которой я прибыл? Да, кто где. Часть на базе, часть ещё вчера с проводником заставу покинула. И ещё один Маркус, который вообще пропал куда-то. Этот лютый ваш сказал, что он вроде как с аномалии не вышел. Но ты об этом лучше с ним лично поговори. Может, я и напутал что-то. Да, ещё кое-что. Ты это, сходи, со Ставритом поговори. У него к тебе серьёзный разговор имеется. Выпускай давай меня. Обязательно со всеми перетрем. Главное получить нашу снарягу. Нашу снарягу мы получили. Отлично. У нас, кстати, забирали всё. Всё, кроме записной книжки и пустой фляги. Ну и налобного фонарика, потому что очень темно. В принципе, в нашей камере было. Друзья, давайте сейчас метнёмся к лютому. Но для начала я буду говорить очень-очень-очень громко, чтобы заглушить радио, которое играет здесь. Выключи-выключи-выключи радио. Распутин, спасибо тебе большое. Я, кстати, очень голодный. Давайте подхарчимся и выпьем энергетика. Я очень перегруженный. Во мне много веса. Плюс голодный. И одно на другое, в общем-то, и наложилось. Друзья, вот такая вот она местная база сталкерская. Это, кстати говоря, локация из билда. Одна из билдовских локаций. И очень удачно она сюда вписалась. И у нас несколько заданий сразу. Поговорить с лютым. Мы с ним поговорим обязательно. Отдать артефакт. Помните того сошедшего с ума сталкера, который всё бредил про выжигатель, про горбуна, про лысого. И, в принципе, давайте сначала поговорим с лютым. Наконец-то тебя выпустили, зверь. Но и упертым этот Ставрит оказался. Но всё же мне удалось ему объяснить суть сложившейся ситуации. Как ты себя чувствуешь? В целом неплохо. Мне тут охранник сказал, что Маркус так и не выбрался из аномалий. Как так получилось? Да как так? Просто мы с тобой никак связаться не могли. А лесник торопил всех. Вот он и решил сходить поискать тебя. Видимо, не нашёл. Хоть бы это всё хорошо с ним было. Оставаться одному в этом месте, так и свихнуться недолго. Будем надеяться, что лесник по прибытию в Рожеле с координаты выхода в ту зону отправит. А Маркус поймает их. Да, вот так ситуация. Будем надеяться, что он сможет выбраться. Эх, ладно. Кто-то кроме тебя с группы ещё остался на заставе? Нет, все ещё вчера ушли с проводником с заставы. Но их винить за это не стоит. Не удивлюсь, если после пережитого они решат покинуть зону. Ну, а у тебя какие планы на будущее? Да в ближайшее время я не собираюсь никуда уходить. Решил остаться пока на заставе. Забыть обо всём, что пришлось пережить внутри этой чёртовой аномалии. Ну и как, успехи? Смог забыть произошедшее там? Да пока нет. Да и сомневаюсь, что не удастся всё это забыть. В любом случае, мы выбрались, и это сейчас самое главное. Теперь жизнь наладится, и возможно в скором времени я увижу свою семью. А сейчас, прости, но я хочу немного побыть один. Я тебя понял. Кстати говоря, друзья, это местный торговец Распутин. Очень колоритный такой персонаж. Вообще локация сделана очень здорово, классно наполнена, куча антуражных деталей. И, к сожалению, у Распутина играет радио. Вон оно стоит. Поэтому, ну а естественно там треки все авторские. И я побыстрее, побыстрее попытался всё это дело заглушить. Пока что довольно скудненький ассортимент у Распутина. Да и у меня, честно говоря, не особо денег хватает на такие шикарные покупки. Поэтому давайте-ка я, ребят, метнусь к моему спальному месту. Точнее, место-то не спальное, просто там есть ящик. Куда можно всё наше добро скинуть. А добра у меня выше крыши. Пулемёт. Дробовик. Да, О-12. Ну, тут он называется протекта. Патроны. Так. Да и всё, в принципе. Давайте на себя накинем артефактиусы. И поговорим всё-таки с Ставридом. Но сначала, друзья, мы поговорим с Лысым, которому предназначается артефакт. Артефакт, артефакт, артефакт. Вот он. Серафим. Очень крутой артефакт, очень крутые статы, но, к сожалению, его придётся отдать. Лысый, мне нужно с тобой поговорить. Рябой просил найти тебя и передать этот артефакт. Рябой, чёрт, что с ним? Он всё-таки жив? Нет, он был не в себе и покончил с собой. Он был в очень плохом состоянии, ничего не соображал. Нет, 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 с ним ещё кто-то? Уж кто-то был ещё с ним? Нет, он был один. Он всё бредил про выжигателя и какого-то горбуна. Потом попросил отдать тебе этот артефакт. Он сказал, чтобы ты передал его жене. Это моя вина. И это из-за меня погиб горбун. А Рябому досталось. В самый тяжёлый момент я их предал и сбежал. Ну-ка, давай поподробнее. Я, горбун и Рябой давно готовились прорываться на север. У нас не хватало только времени спада излучения выжигателя. И Рябой достал эту информацию у одного сталкера из последнего дня. У шведа, кажется. Кстати говоря, друзья, это тот самый швед, которого я нашёл. Точнее, скелет, которого я нашёл на кордоне. В общем-то, мы прошли пол радара, как выжигатель неожиданно включился. Рябому стесло крышу, он потерял сознание и свалился со склона. А после куда-то исчез. Его не было на том месте, где он должен был упасть. И ПДА его не отвечало, собственно говоря. Я запаниковал, решил всё бросить и возвращаться. Горбун настаивал на том, что мы должны отправиться искать Рябова. Но это было чистейшим самоубийством. Я согласился с Горбуном, и он полез вниз по склону, туда, где должен был быть Рябой. И тут очередной всплеск выжигателя накрыл нас. И я опомнился уже возле военной базы. До этого времени я считал, что они погибли. Назад уже ничего не вернуть. Лучше исполни последнюю волю своего друга. Ну что, друзья, хорошее дело мы с вами сделали. Исполнили последнюю волю сталкера Рябова. Это будет нам засчитано в будущем. Такая вот пулемётная точка. Снайперская винтовка, СВД с глушителем, между прочим. А вот и Ставрит. Есть какие-то вопросы ко мне, наёмник? Да. Значит так, слушай меня внимательно, наёмник. Я наслышан о твоих подвигах, и поэтому не вздумай глупость какую-то совершить. Больше поблажек не будет. Ты меня понял? Да не беспокойся. После пережитого в пузыре я решил покончить со своим прошлым. Устал я от всего этого. Ладно, как себя чувствуешь? Загорелым и отдохнувшим. У вас в обезьяннике, прям как на курорте. Ты прости за то, что тебя в клетке заперли. Сам понимаешь, было за что. Лютый поручился за тебя и рассказал, как ты помогал сталкерам в этой аномалии чёртовой. У нас, конечно, дела идут не так плохо, но помощь такого человека, как ты, нам бы не помешала. Тем более, что ты мне и моим ребятам жизнью обязан. Из лап бандитов вас вытащили. Ладно, рассказывай, что там у тебя. Очень неприятная вещь произошла, как раз за день до того, как вы объявились. Короче, один сталкер убил другого, перерезал ему горло. Они повздурили, морду друг другу бить начали. А после хромого мы нашли мёртвым, а его друг левша куда-то пропал. Нужно найти и наказать его. И где же его искать? Но далеко он уйти не мог. Даже более того, он всё ещё здесь, на заставе. В этом я уверен. А вот где именно, я тебе сказать не смогу, сам не знаю. Ну что ж, постараюсь его найти. До встречи. До встречи, до встречи. Эй, наёмник, вижу тебя уже выпустили. Зайди ко мне, поговорить нужно. Срочно. Ну давайте поговорим. С Распутиным. Привет, наёмник. Да я, собственно, уже давно не наёмник. Чего тебе надо? Да ладно тебе, бывшими не бывает. Меня тут все Распутиным кличут. А ты зверь, верно? Ну, допустим. Послушай, зверь, я знаю, что Ставрит тебе поручил разобраться с левшой. Однако не мог он убить хромого. Они ж друг за друга глотки могли порвать любому. Всегда вместе в рейды ходили. Да и вообще друзьями они лучшими были. Я такой крепкой дружбы ещё не видывал. И что с этого? На пьяную голову мог он и друга прирезать. Не впервые я с таким сталкиваюсь. Да не мог он его убить, понимаешь? Не мог. Даже по пьяне. Зверь, я тебя прошу, не убивай левшу сразу. Дай ему сначала объясниться. Возможно, он и сможет доказать свою невиновность. Ну посмотрим по ситуации. Думаю, что ты сможешь сделать правильный выбор. Кстати, если хочешь подзаработать немного денег, то приноси мне на продажу части тел мутантов. На заставе это один из самых простых способов хорошо заработать. Думаю, что ты знаешь, какие именно части тел особенно ценны. Буду иметь в виду. Ну что, друзья. Наконец-то свобода. Наконец-то полная свобода действий по-настоящему. То есть у нас теперь большое достаточно задание. Это найти левшу. Причём нам не сказано, где его искать. И в принципе можно оббегать всю локацию. Но всё-таки его найти. Потому что локация небольшая по своим размерам. Главное, друзья, не суетесь на стройплощадку. Я когда не знал, где искать левшу, я побежал на стройплощадку. Подумал, что скорее всего левша где-то возле выходов. То есть либо здесь, либо здесь. И здесь дежурят монолитовцы. Очень много. Очень много монолитовцев. И причём они вооружены очень здорово и стреляют очень точно. Поэтому туда не ходите. А лучше сходите вот сюда. В этот гараж. Попробуем найти этого левшу. Куда бы я отправился после убийства товарища? Ну, очевидно, на выход. Это сто процентов. Сто процентов на выход. Из аномалии. Тем более. С хабаром. Так. Надо будет исследовать окрестности в свободное время. Обязательно исследуем. Врахуй. Проблемы с залезом я вырешу легко. Да, я тебя понял, Петрович. Собственно, друзья, не ходите далеко, а возьмите очень интересный квест у местного техника Петровича. В общем-то, есть у него деликатная просьба. Нужно найти коллекцию фигурок. Да, вот он объясняет нам, что, понимаешь, был у нас на заставе один тип ранее. Была у него страсть одной фигурки и статуэтки разного создавать любил. Как-то пришла ему идея о создании фигурок фауны местной. Вот он по памяти фотографиями рассказа местных создал фигурки всем известных мутантов, что в зоне обитают. Создатель этих фигурок потом пропал куда-то. А вот фигурки его остались. Продал он их сталкерам местным. Тогда я этими фигурками не заинтересовался, но позже ко мне в руки фигурка кровососа попала. А затем я у одного пьянчуги грузовик, что у меня на столе стоит и выменял. Это тоже его работа. В общем-то, захотелось мне после этого всю коллекцию фигурок мутантов собрать у себя. Думаю, что если поискать по тайникам на заставе или у сталкеров поспрашивать, что-то из его работ точно отыскать получится. Поможешь мне собрать коллекцию? За каждую фигурку мутантов плачу по тысяче рублей. Да, конечно. Конечно найду. Вот, ребят. Очень классное задание. Вот это вот очень интересное. Тем более, что две фигурки находятся прямо на базе. Одна вот здесь вот. Ну вы как дети прямо. В кабинете медика. Химера. Слушай, антибиотик. Ух ты. Виктор Павлович, как вы изменились? Да. Видимо, высокая радиация идет на пользу. Прям морщины разгладились. Слушай, антибиотик. Можешь фигурку химера отдать, что у тебя на столе стоит? Извиняй, но просто так не отдам. Другой разговор будет, если ты мне за нее денежку предложишь. Вещь-то эксклюзивная. И сколько ты хочешь? Ребят, предлагайте сразу полторы. Вот и все. Бывай. Да и тебе всего хорошего. А вторая фигурка находится у Распутина. Вот он, псевдогигант. На полке. Слушай, Распутин, можешь мне отдать фигурку псевдогиганта, что у тебя за спиной на полке стоит? Зачем тебе эта фигурка нужна? Она ведь у меня не просто так стоит. Антураж моего бара дополняет. Да и привык я к ней сильно-то. Да меня Петрович попросил найти фигурки всех мутантов, что в зоне можно встретить. У тебя одна из них. Он давненько выпрашивал ее у меня. Я уже и отдать собирался. А тут он уже и тебя на поиски всех фигурок отправил. В общем, раз такое дело, забирай. Что-то другое на ее место поставлю. Бывай. Вот Распутин, мировецкий мужик. Не стал бабки клянчить, в отличие от медика местного. Ну что, друзья, давайте найдем левшу, а заодно пробежимся по местным достопримечательностям и соберем фигурки. Тем более, что я помню, где они лежат. Вот тут, друзья, достаточно такая интересная локация. Тут очень высокий радиационный фон. Вот там ходят зомби. Мало того, что высокая радиация по мозгам долбит, так еще и пси-поле. Так что будьте аккуратны. А вот здесь вот собачки ходят. А ходят они здесь не просто так. Ходят они здесь для того, чтобы я мог выполнить задания охотников. Которые расквартировались недалеко. Что ж ты так подлагиваешь-то, сталкер? Неприятно. Так, вот, друзья. Вагончик вот такой. Сталкеры тут свининку жарят. И тадам! Гонта, друзья. Приветствую, наемник. Ты по какому делу к нам зашел? Работа есть какая-нибудь? Как ты думаешь? Конечно, есть. Причем работа не пыльная. Нам для сдачи ученым заказа не хватает шесть хвостов слепых псов. Буду очень признательна, если ты поможешь с хвостами. Возьмешься? Конечно. Отлично. За награду не беспокойся. Заплачу приличную сумму за выполненную работу. Ну, друзья. Наша добыча бегает буквально за забором. Но нам туда не надо пока что. Мы с вами бежим вот сюда вот. Аккуратненько. Вот сюда. К вот этому вот рюкзачку. А здесь у нас лежит фигурка Бюрера. Аккуратненько. Чтобы никуда не встрять. Кем же путем? Тем же путем уходим. И побежали вот сюда. Здесь у нас расквартирован небольшой отряд свободы. И у них тоже имеется фигурочка. Мужики, здорово. Очень крутой у вас камуфляж. Я оценил. Опа-на. Вот он. А тут у нас контролер. Побежали дальше. Аккуратненько. Здесь прям возле калитки трамплин. Поэтому будьте осторожны. пробегаем вот сюда. И вот здесь вот на бетонных плитах лежит рюкзачок. А в нем фигурка псевдо-собаки. А вот здесь вот, друзья, очень много снорков. Поэтому... На свой страх и риск. А, черт. Долбаная, блин. Аномалия. Так. Давайте прям сейчас собак постреляем. Так, три хвоста есть. Четыре хвоста есть. Ну чё, пёсики. Пять, шесть. Отлично. ПМ всегда выручает. Так. Ну а остальные отдадим Распутину. Все, что будет сверх того, что надо. Гонте. Мы сплавим Распутину. Тем более, что он нам сказал, что, мол, это очень достойный способ подзаработать. Гонта. Родной. А, ты тут уже устраиваешь заварухи? С местными снорками? Ох, твою мать. Как патроны-то? Не вовремя. Не вовремя патроны кончились. Отлично. Все, давай. Успокаивайся. Я уже всех зачистил. Ну, конечно, мы потом всех постреляем. Тем более, что их там довольно много. Так. Вот хвосты у меня. Держи. Ох. Помимо денег он нам еще и насыпал патронов для дробовика и антирадов. Отлично. Я пойду за следующими за следующими следующими фигурками. так, друзья, не убегайте далеко, а бегите вот сюда вот на маленькую подлокацию, которая называется Панский хутор. да, понимаю, понимаю. Сушняк, дело такое. Бойцы там хлещутся со снорками. Вот сюда, ребята. Локация находится вот здесь вот. Вот сюда вот в этот домик, друзья, заходим. Так, здесь лучше обойти. Вот сюда вот залезаем по этой досочке. Аккуратненько через крышу. Оба! И вот тут лежит рюкзачок, а в нем АЕК! АЕК, друзья! Я, конечно, буду бегать с ним. А плюс еще патроны, аптечки и фигурка слепого пса. Ну, ребят, АЕК сам Бог велел использовать такая дурмашина. Конечно, не как в Баттлфилде, но тоже довольно достойно. Так. Вон он. Ящичек лежит. Аккуратненько, аккуратненько запрыгиваем и забираем фигурку снорка. Кстати, достаточно символично, что мы их недавно активно постреляли. Ну и еще две последние фигурки находятся на заводе. Собственно, куда мы сейчас и двигаем. И мы двигаем мы туда по еще одной причине, потому что там находится левша. тут, кстати говоря, очень много кабанщиков. Поэтому, кто хочет пострелять пятачков, милости прошу к вот этому вот шалашу. В буквальном смысле слова, потому что там находится аномалия соснодуб в чистейшем виде. Но здесь она называется аномальная роща. Аккуратненько пробегаем вот сюда, не встреваем в аномалии. Сразу же обращаем внимание на датчик движения. Тут у нас три человека. Левшу прижали двое бандитов. С которыми очень легко расправляется наш АЕК. Шуршим по карманам. Все, что ценное, можем продать. Естественно, продаем. Калаш, дно. Все, вот надо от радиации поставиться. А то меня немножечко подъедает. Так, друзья, левша подождет, а я пока метнусь вот сюда. Вот в это вот здание. Аккуратненько вот здесь проходим. Заходим вот сюда. И здесь в рюкзаке лежит фигурка кабана. Аккуратненько также тем же путем уходим. И в здании, где где находится сам левша, еще одна фигурка. Левша, не стрельни. Эй, ты кто такой? Я зверь, за тобой пришел. Даю тебе шанс сказать последнее слово. Ах, ты черт, значит, тебя Ставрит послал. Что-то я раньше тебя на базе не видел. Я вчера пришел, как раз, когда ты смылся. Да, никуда я не смывался. Я просто решил прогуляться, дабы успокоиться. А потом мне Распутин сообщение прислал, что Хромова убили. И все теперь на меня думают. А после меня бандиты зажали, и я не мог вернуться назад. А Хромова я не убивал, он же мне как брат был. Только у тебя был мотив. Ну да, повздурели мы немного, но не стал бы я убивать человека из-за такого пустяка. И кому это было нужно тогда? Да, по-любому. В принципе, послушай, мы недавно с Хромым неплохо так в рейд ходили. Зона нам такой подарок преподнесла. Короче, надыбали мы целую кучу артефактов. Но мы в контейнер все это добро запихали и договорились пока контейнер припрятать. А дальше видно будет. Решили разделиться. Хромой раньше меня на базу пришел. В общем, мы веселые и щедрые решили выпить с еще парочкой сталкеров. А потом мне болван этот говорит, что контейнер он на базу с собой припер. Ну, такой тупости я не выдержал и начал наезжать на него. Так и поссорились. А потом мне уже Распутин сообщил, что контейнер пропал. Видимо, тот, кто его украл, специально так все подстроил, чтобы сталкеры на меня подумали. И на кого ты думаешь? Да не знаю, на кого подумать. Могу точно сказать, что это не Распутин, не Косой, но и не Ставрид, конечно. Зверь, прошу, объясни все Ставриду. Не хочется, чтобы вышло вот все вот так. Умереть не страшно, страшно умереть крысой. Да я поговорю с ним, после свяжусь с тобой. Связаться не выйдет. Я, когда от бандитов убегал, свой КПК куда-то посеял. Тогда сиди здесь, никуда не уходи, я приду к тебе. И вот это, друзья, была ошибка большая. Так, вот здесь у нас ящичек и еще одна фигурка. На этот раз плоти. Здравствуй, наемник. Это ты бандитов утихомирил? Я тут был неподалеку, стрельбу услышал, так сразу и подумал, что бандиты кого-то прижали. Решил помочь, а тут и помогать не пришлось. Ты здесь что-то ищешь или просто территорию осматриваешь? Я тут по поручению Ставрида, это все, что тебе надо знать. Ага, значит, ты тот самый наемник, что с группой сталкеров из пространственной аномалии вывалился. Ну тогда ладно, я с расспросами лезть не буду. Последнее, что хотел спросить, ты это, куда сейчас путь держишь? Не на северный хутор, случайно? Да, на северный хутор иду. Надо со Ставридом поговорить. Может, вместе пойдем тогда? Я одну безопасную тропу знаю, да и веселей будет вдвоем. А, ты кто, проводник что ли? Вывести заставы сможешь? Нет, я на проводника не тяну, я только по заставе все тропинки изучил. А вот что там за пределами территории, не в курсе. У нас на хуторе другой человек услуги проводника предоставляет, потому как места здесь дикие, аномалии пруд пруди, первая встреча тебя отсюда не выведет. Так что заболтался я. Пошли на северный хутор. Вперед. Все, пришли. Я пока останусь на хуторе. Если тебе что-то будет нужно, нужно будет безопасно пройти к заводу или еще куда-то, я тут недалеко буду, в соседнем домике. Удачи, наемник. И тебе не хворать. Ну что, друзья, давайте, наверное, на этом мы сделаем паузу и продолжим нашу такую детективную интересную историю уже в следующей части. Большое всем спасибо за просмотр, друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, читайте в Твиттере. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok